Всем привет! Думали это какая-то шутка к первому апреля? Нет, новости возвращаются спустя 5 месяцев нахождения на паузе. Не будем медлить и начнем. Робтоп выложил первую информацию о 2.2, режим свинкоптера, который появится в новом обновлении. По словам разработчика, он только начал работу над новой версией игры. Но ее разработка не затянется и 2.2 выйдет в конце 2017 года. Дольфи поделился в сообществе своего ютуб канала, что возместил ущерб Вернаму за то, что играл в ГД менее 5 часов в день и не сумел проверить космос. Игрок отметил, что ему вовремя выпала хорошая коробка на сайте Present Box, что очень и помогло выплатить деньги вовремя. Техника работает, лайфхак усвоен и идем дальше. А вот проверил космос Трик. По его словам, это топ 7-8 демон. Самое адекватное место в демон-листе. Так сказать, предупредил, показал возможности, доказал, что не терпило, расставил приоритеты. Веприн заявил в своем твиттер-аккаунте, что проблемы со зрением у него появились после того, как он решил посмотреть на уровни Ян Хосе. Чтобы не подвергать опасности других игроков, Робтоп удалил аккаунт топ-1 креатора, после чего на лидирующую позицию вновь вернулся Веприн. Русским хакерам удалось получить файл CC Game Manager от Бритонка, благодаря которому они получили доступ к аккаунту игрока и спустя долгое время выложили мизантроп. Комьюнити было шокировано увиденным. А я напоминаю, что мы продолжаем собирать хардест регионов Уганды, особенно упор мы делаем на мобильных игроков. Абсолют пожаловался на низкий спрос на мобильный мегахак и пожалел о его бесплатной выдаче при наличии седьмого мегахака на компьютере. По словам игрока, он думает о том, чтобы добавить в мобильную версию программы Майнер, с помощью которого сможет отбить потраченные на разработку мегахака деньги. Немного новостей от Пойнтер Крейда. Команда Демон Листа приняла решение опустить уровень. Банк России ответил отказом на предложение фанатов игры Geometry Dash об установлении арбов основной валюты в РФ. Несмотря на это, комьюнити продолжает свои попытки выйти на государственный уровень и создала петицию с такой же идеей на сайте президента Украины. Если подписи окажутся более 40 тысяч, петицию рассмотрит Владимир Зеленский. Space стал топ-1 игроком Пакистана. Несколько дней назад игрок узнал, что его троюродная бабушка по папиной линии родилась в Исламабаде и прожила там несколько лет. Призываем вас также не забывать свои корни. Вернам предложил комьюнити проголосовать за официальный гимн Республики Кубикстан. По результатам опроса победу одержал инструментал трека Оксимирона «Колесо». А знаете ли вы, что начало... Спустя 8 лет автор самой загадочной музыки ВГД был найден. Один из участников поисков случайно обнаружил идентичную композицию на сайте Newgrounds. Она была выложена на аккаунте некого Тимура Бабаева. На этом же аккаунте была обнаружена демо-версия трека, которая по неизвестной причине так и не была выложена. Ребята, спросите меня, кто я такой. Ладно, я сам отвечу. Я джампер. Моя профессия — прыгать и получать за это деньги. Порой это бывает непросто, но я с этим справляюсь.